В общем, все-все-все, что успеем, обязательно покажем, все это вы уже знаете, ну а теперь я хотел бы немножко рассказать, почему мы это делаем, потому что немаловажно четко понимать, ну что это мы такие добренькие, чего это вдруг мы с вами делимся нашими наработками. Ну, дело в том, что, во-первых, это отличный способ, чтобы убедиться, что мы с вами подходим друг к другу, причем без какого-либо риска. Во-вторых, я также отлично понимаю, что если я докажу себя в деле или Дмитрий докажет себя в деле, то вам, возможно, понадобится наша помощь в реализации всего этого, причем в реализации всего этого быстро. Ну, вы сами понимаете, кому сегодня не нужны клиенты. Но также, с другой стороны, я на данном этапе не хотел бы, чтобы вы инвестировали ни копейки, ни одного цента, ни одной гривни, ни одного рубля, пока не поймете, что эта система, это именно то, что вам нужно. Достаточно честно? Если да, поставьте, пожалуйста, плюсики, и мы тогда начнем. Так, Дмитрий, вы с нами. Единственное, что мы почему-то вашу камеру не видим. Да, здравствуйте. Меня слышно? Вас слышно. Слышно, но не видно. Я понимаю. Значит, буду я у вас тогда... Что-то почему-то видео у меня не работает, но идет запись. В общем, буду я у вас, соответственно... Сейчас попробую еще раз. Может, оно запустится. Хорошо. Тогда давайте я представлю вас для начала, потому что вот тот голос с картинки, которую вы слышите, друзья, кто не знаком, это Дмитрий Роденко, та самая легендарная личность, о которой Илья рассказывал, основатель и генеральный директор исследовательской компании «Международная маркетинговая группа». Его компания входит в топ-5 национальных исследовательских компаний страны, причем его опыт там свыше уже 17 и, по-моему, даже 18 лет в маркетинге, в ведущих международных компаниях, ну и специалист с большой буквы в лидогенерации на территории Украины и, не побоюсь сказать, по-моему, даже всей Восточной Европы. Итак, друзья, приветствуем Дмитрия и заодно ему микрофон передаем. Да, спасибо. Но спасибо, Натан, на хорошем слове. Я, со своей стороны, хотел бы рассказать немножко о Натане. Во-первых, Натан – это практик. Вот что самое важное, вы очень много можете услышать разных теоретических рассказов, но то, что делает Натан – это практика по привлечению крупных корпоративных клиентов для компаний, причем в сфере B2B услуг и крупных сделок. Вот по статистике он сгенерировал порядка полутора тысяч встреч с генеральными директорами для продажи сложных услуг. Кроме того, Натан – владелец нескольких бизнесов. С одной стороны, у него есть IT-бизнес в Израиле, с другой стороны, у него есть бизнес, наш совместный бизнес в сфере лидогенерации, с которым мы успешно развиваем и работаем, опять же, в Израиле, в СНГ и в целом по миру. И третье – Натан является обладателем титула «Лучший русскоговорящий кейноут спикер Израиля». В Израиле 20% русскоязычного населения, и там должны быть свои лидеры мнений в сфере маркетинга. Вот, это вкратце про Натана. Итак, друзья, тогда давайте начинать. Я думаю, что сейчас уже все, кто, как это сказать, 10 минут мы выдержали, и поэтому можно начинать. Поэтому, если все готовы, давайте тогда проверим заодно в чате, что все разобрались. Ставьте тогда плюсики, что готовы, и начинаем. Причем, да, причем периодически, друзья, я буду вас мучить, просить плюсики, минусы, восклицательные знаки, вопросительные знаки по одной простой причине. Потому что, знаете, очень важно, во-первых, очень трудно разговаривать со стенкой, потому что я сижу напротив стенки, и, к сожалению, очень сложно понять, успеваете вы, не успеваете, быстро, медленно, и так далее. Во-вторых, естественно, мне очень важно, чтобы вы не просто сидели и слушали на нас как радио, а чтобы вы участвовали и брали для себя рабочие фишки, а фишек будет сегодня очень много, с одной стороны. С другой стороны, я также понимаю, что у вас сейчас вот вокруг вас есть обстоятельства, это ваши дела, телефоны, мобильники, соцсети и все остальное. И наша задача на ближайшие 90 минут, если вы хотите получить действительно существенные инструменты, это выключить вот эту штуку по имени мобильник, выключить соцсети, выйти из твиттеров, фейсбуков и все остальное, скайпов и всей остальной ерунды. 90 минут никто не умрет, если вы выключите все и сосредоточитесь сегодня на тех фишках, которые мы дадим. Если же вы этого не сделаете, обязательно вас кто-нибудь отвлекет, вот как сейчас там телефон у кого-то звонил, да, и вы, естественно, пропустите самый, по закону Мерфи, самый важный момент, после чего ничего не будет понятно. Поэтому давайте начинать. Начнем мы с того, наверное, с четкого понимания, что почему вас вообще сегодня должна интересовать сегодняшняя информация. Потому что я отлично понимаю, что когда вы продвигаете сложные услуги, использовать традиционные методы может быть просто дорогостоящим, либо трудоемким. Вот Илья говорил, у нас просто нет времени на все успевать. А что делать, вот если у вас нет бюджета в несколько тысяч долларов и нет времени, чтобы позиционировать себя как лидера рынка, ну, как, например, 1С, он же не просто там сделал какое-то там решение, да, он же какое огромное количество времени вкладывал в свой маркетинг, в продвижение, в позиционирование и во все остальные фишки. Что делать, если вам нужны результаты прямо сейчас, причем именно замеримые? Значит, сегодня мы с Дмитрием на личном примере покажем три конкретные тактики для лидогенерации. Причем покажем несколько кейсов, как их можно применять в IT-услугах, в диджитал-услугах, в консалтинге, в рекламе-продвижении. Если есть еще другие отрасли, вы напишите, пожалуйста, в чате. Мы, кстати, все ваши вопросы обязательно копируем. У нас есть отдельный документ, мы их собираем. И в конце мастер-класса обязательно на них отвечаем, если не ответили по ходу мастер-класса. Поэтому не стесняйтесь спрашивать. В общем, сегодня вы откроете для себя полную систему для генерации постоянного и стабильного потока именно лидов на ваши услуги. И узнаете, какие три процесса обеспечивают выходить. В общем, если хотите все это увидеть, всю эту кухню изнутри, обязательно напомните мне об этом. Я вам в конце прямо покажу, как это работает изнутри. Ну а пока что давайте начинать. И давайте начнем вообще с четкого определения, что такое система лидогенерации и зачем она нужна. Друзья, вопрос сразу. Кто из вас, пока я включаю шер-экрана, кто из вас знает, что такое лидогенерация? Вот сегодня такое слово лидогенерация очень популярное. Все говорят лидогенерация, лидогенерация, лиды, там еще как хотите их называйте. Что это такое и с чем их кушать? Зачем это нужно нам? Обеспечивает ли лидогенерация продажи сама по себе? Так, Анна говорит, генерация потенциальных клиентов. Хорошо. Галина, вы как считаете? Вячеслав, Илья? Напишите, пожалуйста, что это такое? Вот Анна считает, что это генерация потенциальных клиентов. Хорошо. Вот подсказка прямо у вас на экранах. Да, 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 да. Ребят, кстати, поставьте, пожалуйста, заодно плюсики, что видно экран, потому что это немаловажная штука, чтобы я убедился, что вы видите, что вам ничего не мешает. Так. Отлично, видно. Значит, запишите себя. Важный момент. Лидген или лидогенерация – это деятельность по поиску потенциальных клиентов, в результате которой вы получаете назначенную встречу, либо скайп-кол, либо видеоконференцию с вашим потенциальным клиентом, который выражает интерес к вашим услугам, либо в скрытом виде, либо в открытом. То есть, либо он в открытую говорит, да, мне интересны ваши услуги, либо он говорит, что, ну, возможно, интересно, не совсем уверен и так далее, но, тем не менее, он готов выделить от 20 до 30 минут для того, чтобы встретиться с вами, чтобы вы рассказали больше о ваших услугах. Это лидогенерация. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, лидогенерация, она помогает процессу продаж, но она его не заменяет. Поэтому, если посмотреть на процесс продаж, то процесс продаж состоит, по сути дела, из трех компонентов. Кто знает какие-то компоненты? Вот вы сейчас можете посмотреть на экран, кто видит эти компоненты. Компонент номер один – это лидогенерация. Всем видно? Задача которого – это создать, по сути дела, встречи с вашими потенциальными клиентами. Компонент номер два – я его сейчас розовым цветом нарисую. Это процесс взращивания. По большому счету, что такое процесс взращивания? Мы все сегодня понимаем, что в сложных услугах, как правило, никто не будет готов покупать с первого раза. Я надеюсь, сейчас ничего нового для вас не раскрыл. Когда вы приходите на встречу своим потенциальным клиентам, девять из десяти встреч заканчиваются чем? Нужно подумать, мы должны подумать, взвешать и т.д. и т.п. Знакомая ситуация? У кого происходит вот то, что я сейчас говорю? У кого из вас, поставьте, пожалуйста, плюсики, в бизнесе происходит именно то, что клиенты не готовы покупать с первого раза. Они, как правило, присматриваются к вам, изучают и так далее. Именно поэтому мы можем либо выкидывать их, то есть говорить, хорошо, вы подумайте, и оставлять их нашим конкурентам, либо мы можем взращивать их. Взращивание – это отдельная тема. Сегодня мы о ней не будем говорить, но по большому счету она тоже присутствует. И, естественно, третье – это когда потенциальный клиент готов к переговорам о ваших услугах, мы переходим с ним на процесс переговоров. То есть до сих пор, я надеюсь, всем все понятно. Поэтому задача Литгена – это поиск потенциальных клиентов, это генерация встреч, предквалификация, то есть фильтрация. Процесс переговоров – это когда человек подходит к вам, потенциальный клиент подходит к вам, вы переходите с ним на переговоры, как правило, это презентация ваших возможностей или кейс, после чего вы разрабатываете совместное решение для него, разрабатываете ROI проекта, что там еще. У каждого бизнеса там свои процессы. Ну, по сути дела, переговоры всегда состоят из четырех фаз. Первое – вы проверяете, что он действительно готов к переговорам, как правило, что у него есть бюджет, что он четко понимает, какие сроки, что он может действительно замерить проблему. После этого вы показываете, как вы можете ее решить. Если ему подходит решение, вы разрабатываете совместное решение для него, то, что называется requirements, подсчитываете возврат инвестиций. Ну и четвертая фаза – это финальные переговоры и условия сделки, где вы, как правило, договоритесь о условиях оплаты, когда проходит каждый транш и так далее. В процессе взращивания, как вы уже знаете, мало кто готов купить ваши услуги с первого раза. Как правило, кстати, лица, принимающие решения, будут готовы перейти к процессу переговоров только с седьмого контакта. Кстати, последние исследования компании Microsoft, вот я не знаю, всем видно, друзья, обратите, пожалуйста, внимание. Последние исследования компании Microsoft определили, что лица, принимающие решения, будут готовы к переговорам, то есть к серьезным переговорам о продаже ваших услуг только с девятого контакта. То есть только с девятого контакта они будут действительно принимать вас всерьез. До этого случая, как вы уже знаете, в лучшем случае они будут использовать ваше коммерческое предложение для того, чтобы отжать цену у существующего поставщика. То есть здесь наверняка вы уже с этим сталкивались. Кстати, друзья, вот интересно узнать. Напишите, пожалуйста, в чате, у кого из вас будет такой случай, когда использовали ваше коммерческое предложение для того, чтобы просто снизить цену? А, сам делал. Вот Роман даже говорит, сам так делал. О, вот, кстати, интересный момент, друзья. Признавайтесь, кто как Роман точно так же делал, кто использовал коммерческое предложение конкурента для того, чтобы снизить цену существующего поставщика. Есть такие? Ну, вот, совершенно верно. Я вас должен разочаровать. Вы не самые умные. То же самое делают с вами и ваши клиенты. Поэтому здесь для процесса взращивания я рекомендую создать как минимум 12 последовательных контактов, касаний с вашими лидами. Причем это не рассылка. Это именно уникальная и персональная серия писем, приглашений, встреч, приглашений на вебинары, на конференции, ознакомительные материалы и так далее. Опять же, это отдельная тема для отдельного мастер-класса. Сегодня мы не будем ее затрагивать, но, тем не менее, вы должны четко понимать, что если у вас нет процесса взращивания, это означает, что 90% ваших клиентов вы выкидываете. Если быть точными, то по нашей практике 45% ваших лидов можно в течение года превратить в сделку. Это означает, что если вам нужно 20 новых клиентов в течение года, на процессе взращивания вам нужно порядка 40 лидов. Поэтому здесь важно понимать, что лидогенерация – это, по сути дела, одна из частей в системе продаж. Система продаж, напоминаю, состоит из лидогенерации, из процесса переговоров и из системы взращивания. Лидогенерация нужна не всем. То есть лидогенерация, как правило, нужна именно тем, у кого массовая рассылка и пиар не работают или не приносят замеримых результатов. Лидогенерация нужна тем, кто продает нетипичные товары, то есть там, где продажа, она включает в себя личный контакт с потенциальным клиентом. То есть там, где вам нужно индивидуально встречаться с вашим клиентом, где нужно подготавливать индивидуальные коммерческие предложения, либо, в случае вас, Илья, там, где вы встречаетесь индивидуально с каждым из ваших потенциальных стратегических партнеров. Опять же, как правило, как правило, отрасли, которые просто необходимы лидогенерация, это IT-услуги. Вот, кстати, поставьте плюсики, чтобы я просто понимал сегодняшний разброс. Кто из участников из IT-услуг, поставьте циферку 1. Кто из сферы маркетинга и рекламы, поставьте циферку 2. Вот, консалтинг и тренинги циферку 3. Вот, заодно проверим, какой у нас сегодня разброс. Отлично. Лидогенерация, друзья, сразу должен вам сказать, нет никакого смысла связываться, если вы работаете с конечным потребителем. То есть, если вы занимаетесь компанией массового рынка, то вам, ну, нет никакого смысла заниматься ей. То есть, просто вы можете давать массовую рекламу. В данном случае, если вы продаете какие-то массовые товары, в данном случае я порекомендую вам подумать о лидогенерации для привлечения крупных стратегических партнеров. Поэтому, друзья, все разобрались, что такое лидогенерация. Всем сейчас, как это называется, поставили все точки над «и». Что это такое? Зачем это нужно? И что дает лидогенерация, и чего она не дает? Так, хорошо. Ну, тогда сейчас я предлагаю, после того, как мы с вами определили, что же это такое лидогенерация, давайте теперь посмотрим на конкретном примере, как с помощью LinkedIn получить клиента для консалтинга всего лишь за 10 минут в день. Значит, для этого, друзья, я вот сейчас загружу экран. И вот у нас, как всегда… Сейчас, секундочку, я его еще раз загружу. Это конкуренты. Как я говорю, это конкуренты мешают. Так. Давайте попробуем. Если вы хотите, я могу свой экран. Да, давайте, Дмитрий, тогда начнем. Вот я сейчас всем скину ссылочку, чтобы каждый из вас мог открыть. И давайте тогда начнем, Дмитрий, с вас. Смотрите, коллеги, жаль, что меня не видно, но это опять же те же происки тех же конкурентов, я так понимаю, или какого-то непонятного вируса. Смотрите, о чем мы сейчас будем говорить. Мы уже поняли, что такое лидогенерация, и мы уже примерно понимаем, мы с вами, да, на данном этапе, что это что-то достаточно полезное, что может дать нашему бизнесу новый толчок развития, выход на новый уровень. Но возникает вопрос. Любое новое движение, первое, нужно понимать, как делать. Раз. Второе, обладать ресурсами для того, чтобы его делать. Если мы не понимаем, ну, с пониманием мы разберемся в целом на сегодняшнем вебинаре, с этим вопросов не будет, да, то есть базовая схема, будет понятно, что делать, последовательность шагов и так далее. Теперь вопрос ресурсов. У нас не бесконечное количество ресурсов. У нас всего 24 часа, у нас количество сотрудников, которые уже заняты текущей работой, и тут еще дополнительно нужно заниматься развитием. Это сложно, это честно не для всех, но тех, кто сможет, тех, кто захочет, они этого добьются. Наша задача показать, как это делать максимально оптимальным образом. Вот этой методологией пользуется Натан, вот этой методологией пользуюсь я, и мы достигаем хороших результатов, именно поэтому мы про это говорим так уверенно. Итак, как получить клиента для консалтинга всего за 10 минут в день, используя LinkedIn? Самый первый вопрос, он кажется достаточно простым, но тем не менее, к счастью или к сожалению, он таковым не является. Почему? Очень часто все работают со всеми, особенно в консалтинге и в услугах. Ну как же так? Человек ко мне пришел, у него есть потенциальный запрос. Как же я так его отпущу? А то, что он при этом съест 80% ваших сил и обеспечит вам какой-то минимум дохода или прибыли, и его на самом деле нужно было, ну от него надо было избавиться или подарить его конкуренту, это пока мы, ну собственно говоря, многие не умеют это делать, и это с одной стороны проблема, с другой стороны возможность. Я предлагаю вам сейчас в узкой сегментированной аудитории добиться отличных результатов. Если вы выбираете целевую аудиторию и говорите, я работаю, окей, я работаю со всеми, но именно вот эти люди являются моими наиболее ценными клиентами, именно им я буду уделять максимальное количество времени. Вот именно на них мы будем сейчас концентрироваться. Поэтому первый вопрос, что нужно сделать? Нужно выбрать группу небольшую, понимая, что наши силы и средства определенным образом ограничены, время ограничено. Выбираем группу в размере 200-400 контактов по очень узким критериям в LinkedIn, которым будут интересны услуги компании. Но здесь, кроме того, что им будут интересны услуги компании, это должны быть люди, которые и нам интересны. Потому что, как я уже говорил, у нас ограниченное время, наше время есть только для того, чтобы работать с самыми лучшими потенциальными клиентами. Кто такие самые лучшие? Первое, которые приносут нам либо максимальный доход, раз, либо обеспечат стабильный доход в течение какого-то периода времени, в течение нескольких месяцев, нескольких лет или так далее. Или те, которые обеспечат нам, пусть на небольшой, но регулярной сумме, максимальную маржинальность, максимальную доходность. Вот эти ребята нам нужны. Соответственно, что мы делаем для того, чтобы их найти? Где их вообще брать? Что с ними делать? Вот смотрите. Мы идем в LinkedIn. Почему мы говорим про очень узкие критерии? Давайте я немножко расскажу еще про критерии. Вот смотрите, LinkedIn. Так, видно. Я надеюсь, да? Сейчас уберу. LinkedIn. Мы выбираем очень четкие критерии. Самое важное... Начнем с самых простых вещей. Первое. География. В какой стране мы работаем? Вот наша целевая география. С этим обычно вопросов нет. Ну, предположим, там, большинство у нас из Украины, я так понимаю. Давайте возьмем Украин, да? Например. Для примера. Окей, Украина. Дальше. Вопрос. Уровень. Кто у нас принимает решения о работе с нашим бизнесом? Для большинства малого, среднего бизнеса это в первую очередь владелец бизнеса. Мы их выбираем, безусловно. Во многих случаях это может быть партнер. Вот я бы ограничился пока вот этой аудиторией, потому что их уже, видите, в стране 40-44 тысячи уже достаточно много. Следующий вопрос, который позволит нам сократить, вот, собственно говоря, нашу целевую с 44 тысяч до 200-400. Я бы выбрал вопрос количества сотрудников. Здесь самый простой способ, вот как в этом безбрежном море потенциальных клиентов найти тех, с кем можно потенциально, с кем наиболее выгодно работать. Взять 5 своих самых лучших клиентов, с которыми вы уже работали. У них есть конкретные имена, у них есть конкретные должности, у них есть компании, у них есть виды деятельности. И выбираете конкретных вот этих людей, с которыми вы работаете. Предположим, вы ориентированы на компании, не самые маленькие, вот там мы возьмем, предположим, 200, да, 500, например, вот 200 и 500, например, возьмем эту группу, да, и возьмем, и в каких индустриях ваши лучшие клиенты работают. Ну, не знаю, давайте возьмем, там, предположим, торговля, да, или с кем, с кем, ну, давайте торговля. Тут громадное количество индустрии, ну, возьмем, например, оптовую торговлю. Не суть важна, да? Видим, что получилось 6, окей, этого явно недостаточно. Давайте возьмем большее количество. Так, окей. Торговля не безоптовая пишет себя по-разному. Возьмем, например, еще торговлю продуктами питания. 43, окей. Понимаю, что это крупные компании, возможно, по нашим вопросам может принимать решение либо вице-президент, либо директор. Да, вот выбрали 493, но это где-то в пределе, да? Значит, и, по сути, буквально в течение, там, не знаю, сколько мы, полминуты потратили на это дело, мы нашли нашу идеальную целевую аудиторию. Это географически привязанная аудитория, это аудитория из определенных отраслей с очень четкими параметрами, понимая, что по количеству человек, что проблемы, которые мы решаем, они точно есть. Ну, например, генеральный директор Кока-Колы, да, технический директор ИДС Групп и так далее. То есть мы можем очень четко выбирать и сегментировать целевую аудиторию и идти прямо туда, ну, собственно говоря, куда те, с кем мы хотим продавать, те, с кем мы хотим работать. Дмитрий, тут еще сразу по ходу вопрос от Ильи. Вы можете показать, как вы попали в Sales Navigator? А, да-да, безусловно. Смотрите, значит, я захожу в LinkedIn, видно мой LinkedIn, да? Вот здесь справа, в верхнем правом углу есть такая кнопочка Sales Navigator. Значит, Sales Navigator – это платная версия LinkedIn, которая позволяет делать расширенный поиск и коммуницировать с большим количеством потенциальных клиентов с помощью LinkedIn. Можно искать людей и другим образом, можно искать через поиск, но через Sales Navigator это гораздо удобнее. Сейчас, может, попробуем через поиск найти. То есть мы можем попытаться найти следующим образом. Например, нас интересует там генеральный директор, да, например. Генеральный директор, да, директор. Нашли, да? Вот, ищем люди. И здесь в... Сейчас смотрим. Можем искать по... А, видите, еще не... Генеральный директор, да? И вот таким образом мы находим, видите, можем сужать Украина. Это функция бесплатного поиска. То есть это можно делать и в бесплатном поиске. Берем те же отрасли, о которых мы говорили, оптовая торговля и так далее. Но почему можно использовать, лучше использовать платную версию? Потому что она, если вы начинаете общаться с большим количеством людей, если вы начинаете отправлять каждый день хотя бы 50 запросов в друзья, то в этом случае LinkedIn будет зарезать вам количество поиска. То есть они будут вам показывать не 10 результатов, а 3 результата, да? И вы не будете видеть имена и не сможете писать людям напрямую. С другой стороны, есть хорошая новость. Для тех, кто не пользовался Sales Navigator раньше, можно в течение как минимум первого месяца бесплатно воспользоваться Sales Navigator. За это время освоиться в системе и очень четко проверить, она работает, там есть ваша целевая, с которой вы хотите работать, или ее нет. Насколько хорошая у нее отклика, поэтому, как говорится, первый месяц бесплатный, в этом смысле можно не стесняться использовать платную версию в рамках бесплатной подписки первого месяца. Но для себя я отметил, что с учетом того количества контактов, которые я осуществляю по своим целевым аудиториям, и с учетом нескольких человек, которые работают из-под моего профиля, но эти деньги, которые мы тратим на LinkedIn, в принципе, ну, они окупаются. Поэтому, как бы, дело за вами, попробовать можно бесплатно, но дальше рекомендую использовать платную подписку Sales Navigator. Так, отлично. Ну, либо вот, кстати, тоже очень интересный момент. Роман спрашивает, что делать, если, например, там LinkedIn недоступен, например, вот в России там его закрыли, ну, там, в частности, еще есть страны, где его закрывают. Вот я сейчас хочу показать пример, как можно... Вот, ребят, сейчас, не знаю, видно мой экран? Да, да, видно. Видно, да? Да, да, так я бы указал в телеграме. Вот, если несложно, Димит, там приглушите. Вот, например, можно использовать LinkedIn следующим образом. То есть, находить человека в LinkedIn, вот, например, я первопопавшийся взял, Сергея Миткина, CEO компании Brand Interplay, да, я беру его имя, фамилию и нахожу его же в Facebook. Вот, видите? И дальше работаю с ним через Facebook. Есть и такая тактика тоже. То есть, LinkedIn можно использовать просто как каталог, в котором очень удобно искать лиц, принимающих решения по их должностям. Вот в Facebook, например, Сергей не всегда будет себе там писать, что он SEO, либо генеральный директор какой-то компании. Поэтому первое, вне зависимости от того, где находятся ваши потенциальные клиенты в LinkedIn, либо в Facebook, можно использовать Facebook для того, чтобы просто использовать как каталог для поиска лиц, принимающих решения. Так вот, мы на примере Инессы. Инесса занимается HR-консалтингом. То есть, первое, выбрали группу высокопотенциальных клиентов от 200 до 400 контактов. Для этого мы использовали LinkedIn. Вот тут я сразу скажу, ребят, не бегите сейчас, не торопитесь сразу использовать платную, либо бесплатную версию. Нужно разобраться, что разумно использовать для вас. Да, действительно, есть 30 дней бесплатных, но не торопитесь их использовать. В данном случае мы можем посмотреть, вот, для продаж HR-консалтинга. Ее интересовала Украина. Компания от 200 сотрудников и больше. И она искала, по сути дела, людей, которые занимаются либо head of HR, либо HR-директора и так далее. То есть, в компании, она, по сути дела, продавала консалтинг HR-директорам, вице-президентам HR и так далее. Первое, видите, мы выбрали группу в 201 контакт. Для чего? Потому что важно понимать, что активная лидогенерация, она, в отличие от, например, той же рекламы, здесь не количество нужно, а качество. Потому что вам нужно не 20 тысяч человек, да, а вам нужны именно качественные лиды, с которыми вы можете работать. Потому что у вас есть ограничения в виде вашего времени. Ну, вы не можете себе позволить, или, по крайней мере, я очень надеюсь, что вы не можете себе позволить тратить на все, на пустышек время. Значит, есть, опять же, еще примеры. Вы можете посмотреть, как выбираются эти аудитории. В конце я просто скину вам ссылочку на этот кейс. Тут вы сможете посмотреть еще несколько. Причем после этого, после того, как мы выбрали целевую аудиторию, специально для нее мы создали кейс. Причем обратите внимание, что кейс – это не презентация вашей компании, а это именно ваше умение решать одну конкретную узкую бизнес-задачу. То есть вот тут вот важно понимать, что кейс создается для целевой аудитории. Вот в конкретном случае Инессы мы создали… Всем видно сейчас экран? Видно, да? Значит, мы создали кейс, который называется «Как развить компетенции менеджмента среднего звена, чтобы это отразилось на бизнес-результатах». То есть вот видите, такая очень узкая ниша, то есть это не в общем, как зарабатывать деньги, да, а это вот очень конкретно узкий вопрос, который интересует именно ее целевую аудиторию. Вот ключевой момент – это нишевание, целевая аудитория, как хотите, называйте это. То есть очень важно, когда люди, особенно лица, принимающие решения, хотят работать с узкими специалистами. Или как вот у нас в Израиле, знаете, когда к нам заходят IT-компании, их спрашивают, какая у тебя специализация, да, или там кто-то занимается консалтингом, или там еще чем-то. И вот все время спрашивают, какая у тебя специализация. Почему? Потому что когда человек говорит, у меня широкий спектр, да, там или я такой умный и замечательный, это значит ни о чем. Это, знаете, как вот очень хороший пример, это итальянский ресторан, либо столовка. Вот итальянский ресторан, люди приходят кушать макароны по-фоски, платят в три раза дороже, но потому что он специализируется именно на итальянской еде. Причем специализация – это не значит, что вы не будете работать с другими. Это значит, что именно в этой отрасли, именно по решению конкретной проблемы, вы будете лучшими. Причем, если вы посмотрите в ее кейсе, вы можете посмотреть, вот кейс начинается с истории, где она описывает своего клиента, для того, чтобы, видите, вот кто клиент, ведущая компания там на рынке связи. Она описывает, какие бизнес-задачи хотел решить клиент. Дальше она описывает подводные камни, то есть очень детально специализирует эти задачи. Зачем все это нужно? Для того, чтобы ваш потенциальный клиент четко понимал, что вы действительно разбираетесь в его бизнесе, потому что никто не любит чувствовать себя лабораторной крысой. Особенно лица, принимающие решения высокого уровня, вы должны понимать, что на кону стоит их репутация. Я не знаю, как у вас, но я четко понимаю, что в Израиле, например, если ты лицо, принимающее решения крупной компании, и не дай бог ты обожаешься один раз, это означает, что во всей этой отрасли ты больше себе не найдешь работу. У вас тоже так же? В крупных компаниях все друг друга знают, и такое впечатление, что лица, принимающие решения, просто по кругу ходят с одной компанией в другой. Дальше она описала, что конкретно хотел получить клиент, и обратите внимание, всего лишь один слайд о ней и ее компании. Один несчастный слайд. Потому что, может быть, я вас где-то сейчас разочарую, никому нет вообще никакого дела, чем вы занимаетесь. Ребята, еще раз повторюсь, никому нет никакого дела, чем вы занимаетесь, с какой крутой вы компанией и так далее. Всех интересует, особенно лиц, принимающих решения, психология. Она всего лишь предельно проста. Давайте посмотрим, как это работает изнутри. Представьте себе, вы генеральный директор. Причем, например, в крупных компаниях, как правило, генеральный директор – это уже наемные сотрудники. Все, что его интересует, это либо как вы можете увеличить продажи, потому что за это собственники выплачивают ему бонусы, либо как вы можете уменьшить его издержки. Все, все остальное его не интересует, потому что у него есть и так достаточно головной боли. И самое страшное, что он может только представить, это что сейчас нужно делать какие-то проекты по каким-то изменениям, потому что это означает, что ему сейчас нужно будет еще там свою команду в чем-то убеждать, переубеждать и дополнительная головная боль. Обратите внимание, дальше. В кейсе обязательно нужно рассказать, какую методологию вы выбрали и почему. То есть другими словами вы пошагово объясняете, как вы решили подобную бизнес-задачу. Прямо вот по шагам. Шаг номер один. То есть вот видите, вот смотрите. Шаг номер один. Все менеджеры там подписались на ресурс Shortbooks. Шаг номер два. Сотрудники самостоятельно определяют там свою программу развития. Шаг номер три. Сейчас он назовем. Значит, пользование ресурсом было интегрировано с HR-функцией в текущее тренинговое обучение. Шаг номер четыре. Та-та-та-та-та-та. И самое главное, в конце вы описываете, какие результаты получил ваш клиент. Причем, ребят, обратите внимание, лучше всего, чтобы результаты были замеримые, осязаемые. Вот причем, обратите внимание, вот очень интересный момент. Я более чем уверен, что большинству из присутствующих здесь цифры увеличилось число лояльных сотрудников на 15 процентов, вообще ничего не говорят. Вот кому вот эта цифра что-то сказала? Вот мне что-то подсказано, вот когда я лично, поставьте интересно, плюсик кому сказала, минус кому не сказала. А вот HR-директорам, друзья, HR-директорам в крупных компаниях, которые там проходят проверки, вот это вот их 360, оценка 360, этот показатель, это просто, ну, вот что-то такое нереальное, да, повысился уровень вовлеченности сотрудников на 20 процентов. Для HR-директоров это просто мечта, о которой они трясутся. Ну, опять же, то есть вот тут в чем фишка? Ваш кейс, он должен быть узконаправлен на вашу целевую аудиторию. И, кстати, я вам оптически скажу, HR-директора вот именно так и понимают, разбирается ли она в их бизнесе, или это она просто, знаете, это многообещающий консультант, который приходит, рассказывает золотые горы, я вам сейчас все замечательно сделаю, но на самом деле ничего не разбирается в их бизнесе. Причем, обратите внимание, призыв к действию в кейсе, это, естественно, ничего не купить, а всего лишь написать или выйти с ней на контакт для того, чтобы она на конкретных примерах из отрасли, на кейсах показала, как развивать компетенции сотрудников бизнеса, результаты. Причем ее задача – это именно показать методику в деле. Поэтому после того, как вы определили вашу целевую аудиторию, желательно от 200 до 400 лиц, принимающих решения, это лучше всего сделать с помощью LinkedIn. Второе – необходимо создать кейс, как вы решаете наболевшую проблему вашей целевой аудитории в конкретных трех-четырех шагах. Ну и после чего вы, естественно, выходите с вашей целевой аудиторией, вы выходите с ними на контакт. Вот здесь вот я, наверное, передам микрофон Димитрию, чтобы он показал, каким образом выходить на контакт с лицами, принимающими решения с помощью LinkedIn. Да, окей. Я опять покажу свой экран. Смотрите, значит, когда мы говорим о, когда мы говорим о добавлении, здесь есть несколько очень важных нюансов, которые я сейчас покажу на своем профиле. Значит, значит, так, смотрим. Раньше, как вы знаете, в LinkedIn кто-то пользовались в основном все раньше LinkedIn, но пользовались очень так, не глубоко, то есть на уровне создали свой профиль базово, взяли свое резюме туда, показали свой уровень обучения, показали места работы, мода была такая, да, то есть просто все использовали LinkedIn для, ну, как, ради моды, да. Значит, и в LinkedIn есть стандартная такая фича, то есть когда вы добавляетесь, приглашаете кого-то участников в свою сеть, есть стандартный текст, вот видите, он тут и присоединяйтесь к моей сети профессиональных контактов в LinkedIn и так далее. Сейчас ситуация немножко изменилась, вот эти вот уже опции не предлагаются, вам предлагается просто простой экранчик, да, сейчас мы его откроем, сейчас мы его откроем. Вот я, например, пошел, там, не знаю, куда-то, вот пошел, например, вот сюда кому-то незнакомому, вот и хочу этого человека добавить. Ну, видите, у меня много генеральных директоров, вот возьмем, например, там, второй круг, предположим, да. Второй круг, да, вот мы переходим на профиль. Все это очень простые прикладные вещи. И вот установить контакт, да. Они уже, LinkedIn знает, это банальная вещь, но про это постоянно все напоминают, что участники LinkedIn чаще принимают приглашение и не установить контакт, если не персонализированным, безусловно. Вот если нажимаете «Отправить час», отправляется просто стандартное приглашение, там, «Здравствуйте», там, ну, примерно того, что приглашаю вас добавить свою сеть в LinkedIn, да. При персонализации вы можете добавить некую дополнительную информацию, которая связана с тем, как вы с человеком познакомились и так далее. Общая практика психологии, статистика, это доказано, что если вы отправляете персонализированное приглашение, ваш отклик будет в несколько раз больше, чем если вы отправляете неперсонализированное приглашение. Но это еще не вся история, на самом деле. История состоит в том, что вы должны очень четко оптимизировать свой профиль под целевую аудиторию. Почему? Если вы работаете, вот в прошлый пример мы брали условно, вот мы рассматривали Инессу, которая работает с HR-директорами. Если профиль Инессы не будет содержать достаточное количество ключевых слов, не будет содержать достаточное количество компетенций, на основании которых HR-директора поймут, что она своя. Вот здесь очень важный момент. Мы работаем с узкой аудиторией. Мы не можем позволить себе конверсию в 1%. Конверсия в 1% на 200 контактах – это 2 контакта. Что вы им продадите? Можно что-то продать, безусловно, это очень мало. Если мы говорим про добавление в друзья про первый шаг, если добавился в 1%, 2 друга, ну дальше вы все следите на следующей конверсии. То есть мы за счет фокусировки получаем очень высокую конверсию. Предположим, я могу показать сейчас свой профиль вживую, этот поиск, который мы делали. Ой, sorry. Момент. Момент. Вот возьмем, например, мой профиль. Вот мой профиль. На своем профиле это проще показать, наверное. То есть мой профиль сфокусирован на маркетинг-директорах и владельцах компаний. Понятно, кто я, понятно, какое фото. Есть несколько базовых вещей, которые обязательно нужно обратить внимание. Первое – фото. Фото должно быть с улыбкой на светлом фоне. Базовые вещи. Верьте, очень много в нашем сегменте LinkedIn'а, украино-русскоязычного, не улыбающихся людей. С не улыбающимися людьми говорят хуже. Это простые вещи, которые влияют на вашу конверсию. Первое – фото. Второе – должность. Должность должна быть достаточно высокого уровня и не продающая. То есть если я здесь напишу директор компании «Международная маркетинговая группа», окей, хорошо. Но директор – это определенный уровень, это неплохо. Но мой потенциальный клиент, который работает в компании гораздо более крупный, чем я. Обычно консультанты работают с компаниями более крупными, чем они сами. Посмотрит, скажет, ну, да, там, еще одна консалтинговая компания, если он не знает меня лично, предположим, или не знает нашу компанию. Мы должны выходить с козырной картой, мы должны выходить не как продавцы. Вот у меня, например, я основатель ведущего бизнес-сообщества маркетинга директоров Украины. Это правда, есть бизнес-сообщество, это один из элементов взращивания, про который Натан говорил немножко раньше. Но это отдельная большая тема. Но тем не менее, если говорить вкратце, первое – фото, второе – релевантная должность, то есть та должность, которая человеку будет ровнее или выше, да, и какая-то полезная для него информация. Ну и третье – это нестандартный текст приглашения. Если мы вернемся сюда, то есть выглядит это примерно вот таким вот образом, да, это вот из кейса Инессы. Она пишет, Олег, там, привет, я случайно наткнулась на вас в LinkedIn, думаю, что мы можем быть полезны друг другу, да, заранее спасибо. Инесса Василенко продает себя, видите, не как предлагает познакомиться, не как директор консалтинговой компании, а как сооснователь сервиса Shortbook. То есть понятно, что она не продает, она сооснователь, то есть она как бы, ну, первое лицо в компании, раз, и как бы в этом сервисе, ну, и она этим может быть интересна и полезна, да. Ну и вот Олег отвечает, согласен. Я вам скажу по своему примеру, мы используем похожую методологию, у меня из 100 отправок по статистике получается порядка 65-70 приемов друзей, то есть конверсия в друзья 70% за счет, а, должности, фото, текста. И тогда с этими конверсиями уже можно работать и двигаться дальше. Следующий момент очень важный, да, о чем мы говорим, это предложить пользу и ценность ЛПР от общения с вами. Вы изначально незнакомые люди, и вам уже дали определенный кредит доверия, то есть вам, как вас добавили в друзья. Надо этот кредит доверия не растратить в пустую. То есть если мы прибегаем и говорим, здравствуйте, я Дмитрий, мы предлагаем маркетинговые исследования 12 лет на рынке. Это никому по хорошему счету, ну вот так вот откровенно, ну не особо интересно. Людей интересует решение их собственных проблем. Это первое. Как мы уже говорили, проблемы у руководителей два типа. Один – это повысить прибыль, другой – снизить издержки, повысить доходы и снизить затраты. Соответственно, если мы помогаем решить им эти проблемы, тогда отлично, с нами есть о чем говорить. Но для того, чтобы добраться до решения этих проблем, нам нужно выстроить доверительные отношения. Что такое доверительные отношения? Это когда человек с той стороны, с той стороны экрана готов с вами делиться тем, что у него реально болит, то, что его действительно волнует. И вот вся эта схема построена не только на достижении от целевой аудитории, но и на выстраивании доверительных отношений с ним. Потому что только с клиентом, который вам доверяет, сначала немного, сначала доверяет немножко своего времени, потом доверяет свою проблему, потом доверяет обсудить варианты решения. Вот только с такими клиентами вы можете выстраивать системный бизнес. Другие просто, а, вас, а, не узнают, б, вам не поверят, не расскажут о проблеме, вы не предложите свое решение и на этом бизнеса у вас не будет. Соответственно, самый важный вопрос, который можно себе задать, это какую пользу от сообщения получит ЛПР. Для этого как раз и используется кейс, о котором говорил Натан. Почему кейс? Потому что кейс – это пример решения типовой проблемы, которая существует для данной целевой аудитории. Профессионального контента, действительно ценного и классного, никогда не бывает много. Есть очень много общей воды, много ключевых, много тех статей с ключевыми словами, назовем так, которые используются для SEO. А реальный кейс с поставленной проблемой, с анализом альтернатив, которые использовались для решения этой проблемы, с пошаговым объяснением того, почему именно другое решение было предпринято, было выбрано это решение и что в итоге получилось. Такой информации никогда не бывает много, особенно в узких сферах. Поэтому, соответственно, вот это делается уже от имени Ирины. Записывался кейс, как развить компетенции менеджмента среднего звена, чтобы это взялся на бизнес-результаты. Название необходимо собственнику для того, что его волнует улучшение бизнес-результатов. Он понимает, что улучшить бизнес-результаты в крупной компании без развития компетенции менеджмента среднего звена, собственно, тех людей, которые это будут делать, достаточно сложно. Соответственно, выполняется кейс либо на своей, либо в формате презентации, отправляется и так далее. После этого идет приглашение к разговору, к краткому разговору для того, чтобы обсудить результаты. И люди, которые соглашаются на этот разговор, это люди, которых первое, которые узнают, кто вы, просмотрели вас кейс, что-то их зацепило в данном случае. И они готовы обсуждать уже эти проблемы в приложении своего бизнеса. Вот это, собственно, основная вещь, которая здесь работает. Самое интересное, что когда мы работаем с массовой аудиторией, реакции становятся более-менее типовыми. Условно, у меня получается типовых реакций реально большинство. Может быть, 80%. Их можно выделить на несколько групп. Первое – это нет интереса. спасибо, да, меня это не интересует или для меня это неактуально. Ну, отлично, нормальная, хорошая, честная реакция. Рекомендация, когда говорят, я отвечаю не сам за решение этих вопросов, а вам лучше связаться с кем-то, кто в нашей компании действительно отвечает за решение этого вопроса. Не всегда по должности можно найти нужного человека. Либо владельцы часто поручают решение этих вопросов своим сотрудникам. Например, генеральный директор вопросы по HR может поручить определенному человеку. Дальше. Люди просят дополнительную информацию. То есть, окей, хорошо, я все понимаю, чем мы можем быть полезны друг другу? Дайте больше информации. Здесь тоже лучше закрывать их навстречу. Либо просто информация, которая говорит о том, что да, интересно, отличная информация, люди готовы встречаться и обсуждать. Вот. Это вкратце. Здесь есть вопросы. Сейчас я вижу. Я предлагаю, может быть, просто показать, как это у меня есть пример. Вот прям на деле, как это происходит в нашем бизнесе. Окей, отдаю тогда вам экран. Да, да, давайте. Ребята, хотите посмотреть вот кухню изнутри, как это происходит? Вот, ну, конкретные примеры Инессы-то я уже не могу показывать, а вот наши, как, например, мы продаем наши услуги по похожей схеме, это я могу показать. Вот смотрите. Всем виден сейчас экран. Вот я вам хочу просто показать на примере, как мы продаем наши услуги для лидогенерации, значит, для этих компаний на рынках там Израиля и Европы. Вот смотрите, очень интересно. Вот Максим, да, Максим, генеральный директор. Вот, значит, мы с ним вначале познакомились. Наша целевая аудитория – это генеральные директора технологических компаний на рынке Украины, кто занимается разработкой софтвера для европейских компаний. Значит, первое, вот видите, мы с ним выходим на контакт. Вот оно, практически то же самое сообщение. Кстати, я вам скажу, мы пробовали разные сообщения, по-разному их мы... Ничего лучше этого не работает. То есть вот это вот сообщение работает на ура, либо когда у вас уже есть достаточно большая сеть, вы можете там сказать, там, у нас есть общие знакомые, да, и я наткнулся на вас в LinkedIn, потому что у нас есть общие знакомые, думаю, что мы можем быть полезны друг для друга. Тоже неплохо работает. После чего, значит, обратите внимание, причем тут тоже ключевой момент. Очень важно понимать, что систематичность – это не просто действие. Вот многие говорят, а я тоже это делаю, а я тоже делаю. И вот тут нужно понимать, что разница между чемпионами, да, и проигравшими, и неудачниками состоит вот в этих маленьких нюансах. В бизнесе нету нюансов. Вот это вот ключевой момент. Потому что важно не только, что вы делаете, но и когда вы делаете. То есть вот системность – это когда вы четко знаете, что делать и в какое время. Причем обратите внимание, я выхожу с ним на следующий контакт аж 11 декабря. Вот видите, 4-го мы вышли с ним на контакт, и только 11-го мы выходим дальше с ним. Почему? В неделя проходит. Почему неделя? Зачем нужна эта неделя? Потому что если, как показывает практика, если вы будете слишком торопиться, вас тоже будут воспринимать слишком назойливым. Вот эти вот, понимаете, маленькие нюансы, они очень влияют. Опять же, вот это же сообщение. Добрый день, Максим. Спасибо, что добавили меня. Кстати, я записал новый кейс, как получить из LinkedIn 100 корпоративных клиентов и стратегических партнеров всего за 3 месяца. Вот ссылочка. Как Дмитрий правильно сказал, рекомендуем вам высылать не PDF-файлы, а ссылки. Можно использовать для этого сервис Sway, он бесплатный. Почему именно ссылки, а не PDF-файлы? Потому что когда это PDF-файл, всегда есть, знаете, такой соблазн сохранить это у себя на компьютере. Ну, а когда человек сохраняет это у себя на компьютере, он его потом никогда не открывает. Концепция достаточно четкая. Посмотрите кейс, я смогу объяснить ее за 12 минут. Причем не нужно думать, что Максим быстренько бежит и соглашается. Видите, он требует узнать мое предложение. Это, грубо говоря, категория реакции, о чем речь. Моя самая любимая, потому что, с одной стороны, вы уже чем-то его заинтересовали, иначе бы он вам ничего не писал. С другой стороны, он просто еще не видит достаточно пользы для себя, для того, чтобы встречаться с вами. Вот. Дальше мы отрабатываем это сообщение. Опять же, не нужно думать, что он там такой легенький. Видите, он такой достаточно жесткий, генеральный. Я могу попросить вас перейти ближе к сути, и если предложение будет интересно, я с удовольствием выделю часть рабочего времени на более подробное обсуждение. Спасибо. Видите, он такой жесткий достаточно. Дальше мы отрабатываем его, и обратите внимание, он начинает нам раскрываться, рассказывать, какие у них есть задачи, ттт, ттт. Ну и самое главное для нас, то, что он, видите, рассказывает, что у него есть под отдел продаж, который занимается генерацией лидов, которые потом подхватывают СТО, и делает технические продажи. И мы бы с удовольствием, вот ключевой момент, и мы бы с удовольствием отказались от содержания этого персонала в пользу компаний, которая это будет делать с таким же качеством и результатами. То есть вот вам, пожалуйста, пример. Кстати, обратите внимание, это уже не я прошу о встрече, а он уже просит встретиться с ним. Вот вам пример горячего лида. То есть что это такое? Это лицо, принимающее решение по узким критериям. Это человек, который явно обладает правом подписи и собственным бюджетом. То есть ему не нужно ни с кем его согласовывать, ни с кем бегать. Он явно либо скрыто заинтересован в ваших услугах. Причем проверишь на вопрос, каким образом он знает о ваших услугах? И это еще раз, видите, показывает о важности кейса. На основании кейса. На основании кейса он понимает, чем вы занимаетесь, и он также выражает либо скрытый, либо за открытый интерес. И, как правило, это он уже просит встречу с вами. Не вы назовли, а он уже просит встречу с вами. Вот так вот работает, вот мы вам сейчас показали, быструю тактику. То есть это, по сути дела, тактика, которая позволяет вам очень быстро получать первые результаты. Причем, опять же, прошу заметить, что лидогенерация, она не заменяет продажи, потому что продажи, они зависят уже от вашего умения вести переговоры. Тут уж никуда не денешься. Особенно в серых услуг все зависит от вас. Но в среднем у наших клиентов это от 30 до 60 процентов закрытия в сделке. Теперь, если посмотреть немножко на цифры, обратите внимание, почему вот мы начинали там 200-400 контактов. Вот из нашего опыта, из группы 200 контактов, в среднем 60 человек, то есть 30 процентов, они добавят вас в контакты. Я отлично понимаю, что конверсия может быть и больше, то есть, ну, на примере Дмитрия, там 65-70. Но не нужно сейчас думать, что вы прям с первого дня зайдете в LinkedIn, и у вас будет такая конверсия. Ну, понятное дело, то, что я и Дмитрий очень долго и нудно работали над своим профилем, для того, чтобы он там, каждая точечка, каждая запятая, чтобы она соответствовала интересам ваших клиентов. Но мне вот на первом этапе, если из 10 трое добавляют вас в контакты, это достаточно хорошо. Если нет, рекомендую вам оптимизировать свой профиль. Кстати, в конце, друзья, я обязательно дам вам один из бонусов, методичку, как оптимизировать 11 точек, вернее, 14 точек роста для оптимизации вашего профиля. Значит, из этих 60 человек, которые добавят вас в первое окружение, из них порядка 9-10, то есть это 15-20%, будут готовы встретиться с вами. Это вот горячие лиды. Это вот горячие лиды, на примере такого, которого я вам показывал. Ну и из них, как я говорил, это в среднем 3-5 контрактов на ваши услуги. А дальше вы сделаете собственную математику. Сколько средний контракт на ваши услуги? Вот, кстати, можете написать в чате. Сколько средний контракт на ваши услуги? Вот то, что дает вам лидогенерация. И вот сейчас каждый из вас можете, кстати, и присмотреться, стоит ли эта игра свеч. Все предельно просто. Причем я сразу должен сказать, что даже если вы не умеете вести переговоры, когда вы встречаетесь с горячими лидами, в отличие от холодных звонков и всякой остальной ерунды, ну, хотя бы один контракт вам точно обеспечен. Значит, если все резумировать, если все резумировать, первое, то, что нужно сделать, это выбрать целевую аудиторию. Лучше всего от 200 до 400 человек. Второе, это создать кейс для этой целевой аудитории. Повторюсь, кейс – это не презентация вашей компании, а четкая пошаговая методика, как вы решаете наболевшую проблему вашей ниши. Дальше, третий шаг. Вы выходите на контакт с лицом, принимающим решения из целевой аудитории или, как я называю, появляетесь на его радаре. Четвертое, вы предлагаете ему пользу от общения с вами и, естественно, пятое, проводите деловые переговоры с лицами, принимающих решения. Кстати, это всего лишь одна из многих тактик, которых мы используем. Это тактика, которая называется «быстрые результаты». Также у нас есть тактика, которую вы можете использовать, если у вас нету кейса. Она чуть-чуть длиннее по времени, занимает чуть-чуть больше времени, но конверсия ее чуть-чуть лучше. Также у нас есть продвинутая тактика, которая там занимает порядка 12 недель для того, чтобы встретиться с лицом, принимающим решения. Но это, знаете, уже наверняка. То есть она, с одной стороны, занимает 12 недель, но с другой стороны, там уже, естественно, процент конверсии на пару порядков выше. Ну, я для того, чтобы у вас, наверное, не было такого как-то информационного отравления, рекомендую все-таки начать с нее. Причем в конце я обязательно поделюсь с вами еще несколько кейсов, просто скину вам примеры кейсов и на английском языке, и на русском языке, чтобы у вас было понимание, так что работает. Причем самое главное, что вот сегодня мы там делимся с вами этими инструментами, но я отлично понимаю, что для большинства людей вот эти пошаговые методики, они больше, знаете, такой некий список дел, которых нужно сделать, а не советы, которым мы следуем. То есть это, знаете, очень часто я отлично понимаю, что участники мастер-класса приходят, посмотрели, записали себе, нужно сделать, да, 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 вот это вот нужно сделать, да, и все. А когда это сделать, непонятно. Причем более того, я вам скажу, что несколько там таких достаточно известных руководителей компании в разное время обращались ко мне с просьбой, ну просто, говорит, вот составь мне список ключевых инструкций, что необходимо делать, чтобы привлекать клиентов из LinkedIn. Ну, говорит, ну так, чтобы там это была не книга, а такое небольшое руководство, чтобы это помещалось, грубо говоря, там на трех-четырех листах. Причем, вот, все мои собеседники, они просто говорили, вот просто скажи нам, что конкретно нужно делать, и мы будем это делать. Значит, вот я изложил все необходимые инструкции, причем вот в виде таких кейсов. Я не знаю, на сколько они там, на 4, на 5 листов A5. И как вы думаете, каким будет результат, какой был результат? Вот напишите, пожалуйста, в чате, какая доля успеха? Вот, мне это очень интересно. Как вы считаете? А почему? Да нет, он на самом деле приближался к нулю. Особенно, более того, скажу, чем крупнее компания, тем ближе он приближался к нулю. Почему? Да тут тоже все предельно просто. Я, конечно, могу вам рассказывать там сказки, что вот мы дали информацию, и все становится хорошо. Все это ерунда. Потому что, ну, следовать советам у людей получается, ну, мягко говоря, хреново. С этой задачей плохо справляются даже самые эффективные личности. И тому есть, как я уже говорил, две причины. То есть, во-первых, ну, не хватает мотивации. Все предельно просто. То есть, одно дело, когда ты просто говоришь, ну, окей, было бы хорошо получить новых клиентов, да, а другое, когда это вопрос выживания. Вот поэтому первая причина, как правило, знаете, особенно вот в нашем менталитете постсоветского пространства, пока петух не клюнул, всем знакомо, да, мы не двигаемся. Это называется нехватка мотивации. И второе – это отсутствие напоминаний. То есть, вот когда нету постоянного отслеживания, нет осознания, нет результатов. То есть, вот эти две самые главные причины, почему люди не используют LinkedIn. И здесь, наверное, наверное, ну, как таковой мотивации, я думаю, имеет смысл сказать, что это либо вы, либо ваши конкуренты. Друзья, сегодня LinkedIn – это та самая платформа, которая дает вам способность достучаться до самых недосягаемых лиц, принимающих решения. И если вы ее не используете, вы можете пока что это не использовать, но с каждой минутой ваши конкуренты узнают эти возможности. И знаете, и жалко, что вы будете последний в очереди, а не первый. Поэтому вот для того, чтобы использовать эту информацию, для того, чтобы каждый из вас не просто пришел, послушал там и ушел, мы подготовили пошаговый план внедрения для генерации постоянного потока клиентов. То есть, здесь специально для вас, для тех, кто хочет не просто знать, взять, а именно сделать, не просто быть библиотекарем, как я это называю, знать очень много, а взять и внедрить это, мы подготовили специальный такой, значит, пошаговый план внедрения. Назвали его «Лид машиной». Ну, на самом деле, тут название не столь важно, как оно называется. Вот я сейчас вам просто его отдельно выложу, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Вот так вот видно экран мой? Видно? Ага. Отлично. Значит, это, по сути дела, пошаговый план конкретных действий. Я вам даже через несколько минут покажу, как он выглядит изнутри. Причем это наша собственная разработка, которая позволила нам сгенерировать свыше там, уже на самом деле, 1747 лидов, я вам чуть-чуть попозже просто открою, именно лидов с генеральными директорами для продажи сложных услуг, таких как IT-консалтинг, таких как менеджмент-консалтинг, таких как разработка софтуэра и так далее. Причем эта система, она позволяет продвигать ваш бизнес действительно на полуавтомате. То есть если у вас нету бюджета в несколько тысяч долларов и у вас нету времени для того, чтобы позиционировать себя как эксперта, это именно то, что вам нужно. Потому что важно понимать, что вот постоянный поток новых клиентов это стабильный доход, это то, что генерирует стабильный доход. Причем я специально поместил сюда отзыв Максима, одного из наших клиентов, не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы с одной стороны вы, естественно, понимали, что потребуется принимать усилия. Но с другой стороны, эта система позволяет достаточно быстро генерировать вам крупных клиентов. Вот самый быстрый результат у нас получилось, видите, сделать это через три недели. Это вот самый быстрый результат. Это того, чего для тех, кому нужен быстрый результат. Теперь эта программа, она подходит именно для тех, кто продает сложные профессиональные услуги. То есть там, где клиенты не всегда понимают потребности в ваших услугах. То есть там, где они не принимают решение о покупке импульсивно. И всевозможные тактики, там, НОП, ШМНОП и всего остальному, они там просто не работают. Ну и вообще, как правило, там, где клиенты такие, знаете, скрытые, мало что говорят и так далее. Как все происходит? То есть здесь, как правило, продолжительность, она занимает от одной до трех недель. Вы просто от одной до трех недель, в зависимости от вашей скорости, вы внедряете систему для поиска новых крупных клиентов у себя в бизнесе. Причем делаете это через удобный график. То есть вы сами, с одной стороны, подбираете себе подходящий ритм, с другой стороны, вы должны понимать, чем быстрее вы будете продвигаться, ну, тем, естественно, быстрее вы получите результат. И третий момент, мы отлично понимаем, что большинство из вас находится постоянно в встречах, точно так же, как и мы. И поэтому весь процесс, он проходит в онлайн-платформе. То есть вы можете получить туда доступ и с своего мобильного, и с планшета, и с компьютера. То есть все, что вам нужно, это компьютер и интернет. Все, больше ничего не нужно. И самое главное, это реальная практика. То есть мы не теоретики в тапочках, как я это называю, а те, кто живет лидогенерацией, те, кто это делают на ежедневной основе и четко понимаем, что сегодня работает, а что сегодня не работает. Значит, что мы пройдем в этой программе? В этой программе, друзья, первое, мы начнем вообще, ну, естественно, у нас будет намного больше времени, это более индивидуально. И дальше вы получите четкое понимание, как вы сможете привлекать клиентов из LinkedIn для своего собственного бизнеса. То, что мы вам сейчас показали, это одна стратегия. Дальше, вот тут мы пройдем обзор тарифных планов, и вы поймете, я видел, у вас есть такая достаточно, была сильная дискуссия, там, платную, бесплатную, селс-навигатор, бизнес-плюс и так далее. Мы это отдельно разберем, для каждого бизнеса подберем тот пакет, который ему необходим, для кого-то наилучшим образом использовать бесплатную версию. Да-да, есть, кстати, такие варианты, когда лучше всего использовать бесплатную версию, она даст более толковую. Как использовать платную версию, но, опять же, бюджетно, для того, чтобы не выбрасывать просто деньги на ветер. После чего мы с вами определим целевую аудиторию, причем не теоретически, а конкретно для вашего бизнеса, выберем узкую группу от 200 до 400 лиц, принимающих решения, составим базу этих клиентов, с которыми начнем дальше работать. После чего мы с вами настроим и оптимизируем ваш профиль для того, чтобы ваш профиль был интересен, в том числе, как я уже говорил, мы выработали 14 точек для роста оптимизации профиля, причем оптимизация работает от 30 до 70 процентов, то есть это означает, что на сегодняшний день из 10 вас будут как минимум от 3 до 7 добавлять свой список контактов. После чего мы разберем стратегии построения полезных знакомств, как с ними наилучшим образом, как наилучшим образом знакомиться с лицами, принимающими решения, причем, опять же, повторюсь, не в теории, а в очень, как это называется, в конкретных случаях, в данном случае, что вам писать, что вам конкретно говорить, а что наоборот вам ни в коем случае нельзя говорить. Что это за такое существо бизнес-кейс, как его разработать, более того, вы его создадите. И вот ключевой момент плана внедрения, в отличие от тренингов, мастер-классов и всего остального, здесь у нас уже будет минимум теории, мы будем делать. У нас делание. То есть вот всю теорию мы прошли. Сейчас мы начинаем заниматься деланием, потому что, как вы знаете, деньги приносит делание, а не знание. Дальше я покажу, как ненавязчиво назначать встречи с самыми недосягаемыми лицами, принимающими решения. Покажу скрипт с результативностью 30%. Как правильно отвечать на каждую категорию возражений, что говорить, когда они хотят узнать, что вы мне хотите предложить, что делать, когда они говорят «нет, спасибо», что писать, когда они говорят «да, хотим» и так далее. Значит, как все это будет происходить? Значит, после оплаты, кстати, цена вопроса, обратите внимание, до 7-го числа, до пятницы всего лишь 119 долларов вместо 350 долларов. Это такой некий фильтр, который позволяет нам отфильтровывать те, кому это по-настоящему нужно, от всех остальных. Почему я говорю «небольшая цена»? Ну, потому что, по-моему, это чуть-чуть больше одной чашки кофе, если разделить на 60 дней этого доступа. Ну, у кого нет денег, придется ужать себя в потреблении кофеина. Значит, здесь вы будете получать конкретные задачи, что нужно делать конкретно в вашем случае. Знаете что, давайте я вам просто покажу, как это выглядит изнутри. Хотите посмотреть, как это выглядит изнутри, чтобы вот вместо... Вот кто хочет, чтобы просто время не отнимать, тех, кто действительно хочет, поставьте плюс, чтобы я просто понимал от всех остальных. Так, ну вот давайте посмотрим. Так, вот я сейчас включу экран. Видно всем? Так, отлично, видно, да? Хорошо. Вот обратите внимание, значит, вы получаете доступ в свой личный кабинет, где у вас есть написано конкретные задачи, что вам необходимо сделать. Причем дальше в каждой задаче, если вы обратите внимание, у вас есть четкие инструкции, что необходимо сделать, включая, видите, такие чек-листы для того, чтобы вы это сделали очень быстро, включая, значит, полезные ресурсы, которые нужно прочитать либо посмотреть. Дальше в каждом уроке, вот обратите внимание, у вас есть и видеоматериалы, ну, и так далее. Дальше в каждом уроке у вас есть возможность получать обратную связь. Причем, ну, давайте посмотрим на каком-нибудь конкретном примере. Вот, например, Андрея, да? Причем обратите внимание, под каждого из вас список задач, он будет разрабатываться отдельно. Видите, здесь вот Андрей спрашивает свои вопросы, которые, и это нормально, что когда вы будете выполнять задачи, вы будете сталкиваться с подводными камнями, потому что, ну, которые мы сегодня не осветили, потому что невозможно светить все подводные камни. К сожалению, наш опыт, как я говорю, это не венерическая болезнь, она не передается, да? Здесь ничего не сделаешь. Вот, причем, видите, я отвечаю ему, естественно, включая такие вот скрины, где видно, что, как, зачем, почему и так далее. Короче говоря, именно обратная связь под вас. Поэтому те, кому действительно, те из вас, кому нужно получить делание, да, и обратную связь конкретно в вашем случае, я думаю, это оптимальный вариант. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, еще один очень важный нюанс. Значит, доступ к обучающим материалам на следующую задачу, они будут доступны только после выполнения текущей задачи, чтобы не было такого информационного отравления. Потому что мы очень часто замечали, что когда даешь человеку сразу всю, нам не жалко ее дать всю, мы просто увидели такую интересную вещь, что когда даешь сразу всю технологию, человек зарывается во всем этом, у него появляется огромное количество вопросов, и он просто пропадает, да, он просто теряется, не знает, что делать. В общем, короче говоря, друзья, значит, в этом пошаговом плане внедрения вы получаете доступ к закрытым материалам на два месяца, рабочую тетрадь и все необходимые шаблоны, естественно, проверку домашних заданий и обратную связь на два месяца, ответы на все ваши вопросы 24 часа в сутки, включая, что мне отвечать и вот этому человеку он мне ответил так-то-то, что мне делать и так далее. Обычная цена, как правило, 350 долларов, и сейчас мы решили сделать бонус за быструю оплату в течение 72 часов, за то, что вы экономите наше время, за вами не нужно будет бегать, до 7 июля 119 долларов. Причем, опять же, примеры результатов, друзья, вот самый быстрый результат у нас был, когда человек получил клиента за три недели. Вот, кстати, Дмитрий, поделитесь, пожалуйста, вы своими результатами, они тут написаны, раз у нас есть в живье, поделитесь, пожалуйста, вы, какие результаты вы получили с лидогенерацией? Ну, во-первых, лидогенерацией занимается постоянно, у меня целая команда этим сейчас занимается, потому что у меня на это нет времени, у меня есть все время только на квалификацию, на развитие бизнеса. А вот эту часть делают сотрудники, причем часть из них удаленная. Это раз. Результаты на сейчас, ну, собственно говоря, вот те результаты, которые у вас были записаны, они достаточно древние уже, но вот сейчас, по сути, где-то за 8 месяцев у нас, сейчас надо посчитать, надо по итогу месяца, ну, порядка 14 контрактов разных, разных, есть контракты небольшие, вот, но есть два достаточно крупных, которые регулярные, которые мы продаваем там, они продолжительные, да, вот, поэтому, в принципе, с точки зрения, как один из наиболее интересных каналов привлечениями на той целевой, с которой мы хотим работать, он вполне рабочий, он хорош, да, и он, он как бы дополняет, это уже часть нашего оборота, которую видно, скажем так, вот, и мы понимаем, что мы, сейчас мы сделали очень хорошие заделы, мы делаем элитогенерацию, усиливаем ее взращиванием, вот эти два процесса вместе, они уже дают, они дают великолепные результаты, поэтому, но не начав с элитогенерации, ну, такого бы сейчас не было. Хорошо, ну, и тогда, вот, сразу должен сказать, что, ну, так как вас тут много, да, а я один, поэтому для усиления первых вот пяти участников буду сопровождать лично я, ну, я просто не смогу сопровождать всех, у меня всего лишь 24 часа в сутки, поэтому, вот, этот пошаговый план конкретных действий, который позволил нам сгенерировать уже там 1747 встреч с генеральными директорами для продажи дорогих и сложных услуг, друзья, кому интересно, вот вам ссылочка, записывайтесь прямо сейчас, вот, я вам скинул в чат, переходите в форму, в форме просто заполняете, вот я сейчас вам покажу, тут все предельно просто, вы пока заполняете, мы начнем отвечать на ваши вопросы, вот, в форме пишите там свое имя, фамилию, пожалуйста, только указывайте имя, фамилию, потому что, ну, у нас много Александров, много Вячеславов и так далее, свой имейл, куда я вышлю инструкции, что делать, куда оплачивать и так далее, и номер мобильного телефона, пожалуйста, в международном формате, вот так вот, для оперативной связи, да, если нужно будет там что-то уточнить после этого, обязательно нажмите на кнопочку отправить, потому что у нас был такой смешной случай, когда один из клиентов все заполнил и делал это несколько раз, но не нажимал на кнопочку отправить, не знаю, почему, может, она не слишком выделяется, он обижался, что он говорит, я там три или четыре раза заполнял, каждый раз он ко мне звонил, я ему говорю, заполни, чтобы я не забыл, он говорит, заполнял, и мы к нему не перезвонили, все, вот, очень важно обязательно нажимайте на эту кнопочку. Пока вы заполняете, я предупреждал, Дмитрий, давайте, пока люди присоединяются, наверное, ответим на часть вопросов, которые задавали. Давайте, да. Так, мы, значит, первый вопрос, наверное, к вам, да, потому что у вас есть как раз клиент из этой сферы, вот, если хотите, могу ответить на второй. Так, давайте сейчас зачитаем вопрос, а то я просто, как он называется, был в форме, показывал. Так, у нас вопрос, вопрос. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Значит, первый вопрос, ну, вот, первый вопрос, который связан с программой, что мне делать, если, вот, обратите внимание, первый вопрос, что делать, если мой график будет напряженным, я пропущу обучение, и когда начинается программа? Я вам вот его Я просто так сейчас всем, друзья, скину сюда чат и сразу отвечу. Значит, смотрите, план внедрения разработан таким образом, что вы можете работать в собственном темпе. То есть мы отлично знаем, что вы заняты точно так же, как и мы, и отлично понимаем, что у вас нет времени, чтобы проходить какие-то там долгие, нудные тренинги. Поэтому, во-первых, все видеоуроки, они разбиты на 5-10, ну, самое большое, 15 минут, не больше. Это во-первых. Во-вторых, вы можете начать именно тогда, когда это подходит вашему расписанию, но обратите внимание, что нужно оплатить будет до 7 июля. Позже оно будет стоить 350 долларов без обид, ну, просто иначе это будет нечестно по отношению к другим участникам. Так, следующий вопрос. Идем дальше. Значит, Андрей Иванов спрашивает. Сотрудничаю с заводом по производству посуды. Мои клиенты – это крупные торговые компании по всему миру. Выйти на контакт с руководителем или лицом, принимающим решения, не так просто. С LinkedIn раньше дела не имел. Прошу ответить тему, как в LinkedIn находить людей, компании, которые специализируются, в моем случае, на посуде. Какие инструменты предлагает LinkedIn для решения данной задачи? Смотрите, значит, у нас были проекты, в рамках которых мы искали как раз дистрибьюторов в других странах. Значит, здесь ситуация такова, что вам нужны так называемые байеры. Это байеры или head of procurement, или… Значит, первое, схема работы аналогичная, но есть своя специфика. Вам не обязательно нужен CEO данной темы. Он вас в лучшем случае отправит на этого же самого байера. Он прямо так и скажет, вот в LinkedIn есть мой байер, иди с ним общайся. То есть это называется закупками. Что хорошо с закупками? Если ваша продукция действительно интересна, то есть у них есть какие-то преимущества, байерам так или иначе, вот по практике, с которой мы сталкиваемся… Меня хорошо слышно, да? Да, да. Да. Практике, с которой мы сталкиваемся, им так или иначе нужно некоторое обновление ассортимента. То есть они работают постоянно с какими-то существующими компаниями, но там есть небольшой зазор даже в крупных компаниях, куда можно влезть. Понятно, что там туда в первую очередь китайцы, индусы, местные производители, Польша и так далее. То есть там очередь стоит. Но через LinkedIn есть возможность договориться о том, чтобы встретиться, показать образцы своей продукции, получить обратную связь в виде коммерческих условий, с которыми они работают, и понять, с кем имеет смысл работать, а с кем нет. Раньше все это делалось с помощью личных встреч на выставках, когда собирались люди на выставке раз в году, два раза в году, и общались друг с другом между собой, и в рамках выставки там уже либо завязывались, либо нет. Сейчас есть LinkedIn, который эти все вопросы упрощает и ускоряет оборот информации и у вас, и у вашего потенциального клиента. В частности, LinkedIn в этом смысле помогает находить дистрибьюторов в разных странах, там в Польше, в Арабских Эмиратах и так далее. То есть есть такие успешные примеры, поэтому вполне можно это сделать. Важно очень четко выбрать целевую аудиторию и не распыляться. Дальше схема аналогичная с товарами, она даже проще, чем с услугами, потому что в товаре всегда есть что пощупать. В услугах нужно показывать ваш авторитет, показывать ваш опыт и так далее. Поэтому в услугах эта схема заточена больше под услуги, но товары тоже отлично работают. Натан? Супер. Вот тут, кстати, Ольга спрашивает вопрос. А если я могу проходить курс быстрее, можно корректировать расписание? Да. Ольга, ответ однозначно да. То есть тут прохождение идет каким образом? Вы получаете задачу, ее выполняете, мы ее корректируем при необходимости. Если она выполнена как нужно, значит, доступ к следующей. Чем быстрее выполните, тем лучше. Мы только скажем вам спасибо, потому что вы же понимаете, что потом будем хвастаться вашими результатами. Мы такие, да, коммерческие. Тут еще вопрос от Славы Мощенко. Прошу прощения, если неправильно фамилию произношу. Значит, его интересует тема привлечения клиентов владельца клиник, стоматологии в Европе. У него CRM-система с автоматизацией работы персонала. Ранее привлеченный клиент не занимался. Вот здесь вот у нас есть просто замечательный кейс. Я просто ничего придумывать не буду. Слава, вот вам ловите ссылочку на него, скачивайте. Там просто вот все пошагово написано. Но опять же вернусь, я вот вам скинул в чате сейчас ссылочку. Это кейс, как использовать автоматизацию клиники, чтобы лучше обслуживать пациентов за меньшие деньги. Причем здесь, еще раз повторюсь, загвоздка состоит не в том, что нужно делать. Технология, она похожа, да, а в том, что сделаете ли вы это. Сразу вам скажу, что 90% случаев нет, потому что не будет хватать мотивации, потому что не будет хватать моих пинков под зад. Вот так вот и назовите. Поэтому хотите не просто знать, а сделать вперед на программу. Дальше, Дмитрий, какой у нас следующий вопрос? Да, Роман спрашивает. Меня интересует вопрос построения системы продаж на примере цепочки касаний 5, 7, 12. Какие первые три действия я должен сделать, чтобы продавать свой продукт или услугу? И чтобы это начало работать системно и положительно, результативно. Результативно. Отлично, прекрасно. Но давайте так, есть… Давайте так, вот упростим задачу. Есть короткий и правильный ответ, да, а есть длинный и правильный ответ. Вот короткий и правильный ответ, вот из программы запишитесь, узнайте, как это делать правильно. То есть первое, откройте форму, второе, заполните форму, третье, оплатите. Это первые три шага, которые надо сделать. Это правильный и короткий ответ. Есть правильный и длинный ответ, Мы в целом про это уже говорили. Так, у кого-то… Это я, кстати, вам скидываю для короткого этого. Да, это для короткого. Теперь правильный длинный ответ. Смотрите. Значит, первые три действия, что ты должен сделать для продажи своего продукта или услугу. Первое – выбор целевой аудитории. Второе – оптимизация профиля. Третье – подготовка системы сообщений. Это первые три шага, которые надо сделать. А потом это постоянно выдерживать, из дня в день отправлять, фиксировать результаты, отрабатывать эти результаты в виде квалификаций и двигаться дальше. Это, ну, как бы, да, это кусок жизни, это часть сил и средств. Но прелесть этой ситуации в том, что это можно поручить кому-то другому. По факту то, что я делаю сейчас. То есть я работаю только с теми, кто максимально готов к общению. Ну, и с другой стороны, это достаточно сильно развивает ваш бизнес. То есть вы начинаете заходить в такие сообщества, в такие группы, в которые раньше вам зайти было сложно. Вы начинаете общаться с потенциальными клиентами, и они вас потихоньку рекомендуют другим клиентам. Ну, то есть, знаете, вот мы разбиваем вот этот вот шар, в котором мы находимся, да, вот эту сферу. Мы как это… и проходим в ту сферу, в которой находятся клиенты. То есть мы расширяем сферу общения и в нужном направлении. Это очень-очень важно. Резиняя вкратце, все сразу не расскажешь, давайте аналогично системно планировать обучение, его выполнять, и тогда будет у вас система, и будут результаты. Вот, кстати, тоже вопрос по теме. Я думаю, Роман, будет вам интересно. Это мне в привате сейчас написали. То есть я уже там, ну, звучит он примерно так. Я уже пробовал другие программы для поиска клиентов из соцсетей, и они не работают для меня. Чем вы отличаетесь? Ну, это вот, грубо говоря, такой вопрос. Значит, ну, как я уже говорил, программа, она требует некоторых усилий. То есть если вы не хотите прикладывать какие-то усилия, ни одна программа не поможет вам. Это неважно, сколько она будет стоить и кто ее будет вести. Теперь вот еще раз повторю, что вот этот пошаговый план конкретных действий – это наша собственная разработка, которая позволила нам уже сгенерировать там свыше 1747 встреч. Я вот, кстати, обещал вам показать. Вот сейчас специально для этого загружу, чтобы мы вместе посмотрели. Так, вот они, лиды из LinkedIn, пока она загружается. Значит, дальше здесь важно понимать. Ну, вот я рекомендую вам, просто возьмите себе, выделите время, приложите усилия для выполнения как минимум трех недель, и я уверен, что вы получите результаты. Кстати, иначе я даю гарантию, что возвращаю все ваши деньги в двойном объеме. Причем я это задокументировал, это есть в договоре. То есть это означает, что я уверен в своей системе, но чтобы получить результаты, нужно действовать, а не просто посмотреть или изучить информацию. Я думаю, это достаточно честно. Вот, кстати, по поводу этой системы. Вы посмотрите, всем видно сейчас? Вот, я вам, кстати, обещал бесплатную CRM-систему, да, вот я вам сейчас скину шаблон, который мы используем для этого. Вот, обратите внимание, да, вот оно выглядит не так красиво, но вот если мы пойдем вниз, видите, 1747 клиентов всевозможных. Вот так вот мы работаем. Я вот специально... А, эй, куда она? Да, я вот специально не показываю их личные данные, но они есть. Это так вам для затравки, то, что называется. Вот, пока Дмитрий будет отвечать на следующий вопрос, я вам сейчас скину шаблон для CRM-системы, которую мы используем, ну, которую внедрит, стоит совершенно бесплатно и потребует от вас целых 5 минут. Так, значит, вопрос от Станислава Олейника. Интересует вопрос о возможности продавать сложные решения от 10 тысяч долларов. Например, комплекс систем для организации видеоконференции, центральный блок 25 тысяч, периферийный – 16 тысяч. Как правило, это решение актуальное для глобальных компаний, имеющих финальную структуру, которая в бизнес-процессах использует ежедневные собрания, коучинги и так далее. В общем, интересует механикой выхода на LPR, SEO, GM, а не HR, варианты таргетирования на разные рынки, оптимизация затрат. Смотрите, в целом схема та же, о чем мы и говорили. Единственное, что добавлю, вот из полезного, именно из того, что, то есть все то же самое, профиль, выбор целевой, оптимизация, профиль, кейс, отправка сообщений и вперед. Значит, есть нюансы, связанные с географией. Вот практически, что у нас получается, это больше связано со спецификой LinkedIn, потому что LinkedIn отлично работает на англоговорящие страны, на страны Европы, на страны, которые, вот на Южную Америку, даже, кстати, да, на Африку, на Южноафриканскую республику и так далее. Там достаточно могут быть хорошие конверсии. Но хуже работает на регион Мена, то, что называется. Это Объединенные Арабские Эмираты, вот Саудовская Аравия. У них немножко другая ментальность. То есть, если абсолютно нормально достучаться до IT-директора польской компании, португальской, бразильской компании, он есть. Вы находите его, пишите, через две недели он вам отвечает, если вы ему интересны. Вот. С арабами сложнее, поэтому нужно учесть, потому что арабы отвечают просто гораздо дольше. У них нет такой культуры сидеть в сетях, общаться через почту, они все привыкли делать лично. Поэтому используйте эту же самую схему, но для работы в этой схеме ориентируйтесь в основном на страны, ну, в общем, на все, кроме Ближнего Востока, скажем так. Да. Так, окей. Передаю слово Натану. Так, ребят, я понял, что ссылка сломана. Я тогда вам просто ее вышлю в рассылке. Надо проверить, почему там. Это не книга, это CRM-система, бесплатная мини-CRM за активной лидной генерацией. Я вам тогда просто ее в рассылке вышлю, ну, что-то там не открывается, да. Значит, вот еще очень интересный вопрос. По-моему, Ольга задала. Значит, я боюсь, что там запишусь, но там не дойду до конца, да. Опять же, ну, здесь важно, чтобы вы понимали, что мы знаем, что вы заняты бизнесом. Вот именно поэтому мы создали задачи, которые занимают не больше 30 минут в день. Плюс также включали специальные инструменты для автоматизации работы в LinkedIn. Ну, вот один из замечательных инструментов, которые мы используем, это LinkedIn Helper. Вот на него ссылочка, кстати, настоятельно рекомендую его. Используйте. Там, кстати, по-моему, первые 14 дней совершенно бесплатные. Нет сомнений в том, что рост вашего бизнеса с нашей программы, он займет время. То есть, если вы не хотите немного поработать, да, то эта программа не для вас. Бесплатные таблетки тут не работают. Или как-то волшебные таблетки, да. Но также нужно понимать, что все-таки вам придется взять на себя обязательства, там, от 30 до 45 минут в день для выполнения заданий. Если вы ищете там какой-то волшебный способ разбогатеть или волшебную таблетку, это не для вас. Причем плюс, как я уже сказал, мы будем использовать инструменты для автоматизации работы в LinkedIn. То есть, с помощью вот этих инструментов, вот, например, я вам сбросил, вы сможете сосредоточиться на своем бизнесе в то время, как вот эти инструменты будут автоматически работать самостоятельно. Но их нужно будет настроить. Тут никуда не денешься. Ну и, наверное, последний вопрос, да? Ой, да вопросов все больше и больше. Ну, это нормально на самом деле. Давайте, может, еще парочку, вот, которые, мне кажется, один неплохой вопрос был. Личный. Так, личный, наверное, Станиславу отвечу сам. Ну, давайте я кратко. Как же я узнаю, если интерес у араба или поляка открывать офис в Украине? Ну, ребят, LinkedIn, первое, мы находим через LinkedIn людей, начинаем строить с ними доверительные отношения, когда уже идет вопрос про открытие совместного бизнеса, вам надо будет встречаться по скайпу, лично, как хотите. Но вы узнаете это при личной встрече. Важно то, что LinkedIn и эта система позволяют вам до этого человека достучаться. Первое, разогреть его настолько, чтобы он с вами встретился. Дальше вы делаете все то же самое, что вы делаете в своем бизнесе. Встречаетесь, продаете, ведете его дальше по своей цепочке ценностей. Вот. И хорошее сообщение, если сообщение прочли, но так и ничего не ответили, что делать в этом случае? Сообщение прочли, отлично, ваша задача выполнена. Через неделю высылаете следующее сообщение по цепочке. Они реагируют с задержкой в неделю. Ну вот это, но действительно, Ната мне это сказал, я сначала не поверил. Я потом просмотрел по своим, все так и есть. Вы говорите, здравствуйте, они молчат. Вы говорите, вот классная статья, они говорят, здравствуйте. Потом вы говорите, а вот как вы смотрите на решение такой проблемы в своем бизнесе, говорят, вот статья была отличная. То есть, ну это нормально, ну просто вот, это специфика. Поэтому не стоит ожидать, как бы того, что вам будут. Часть отвечает очень быстро, часть отвечает в течение какого-то разумного времени, в течение недели-двух. Поэтому частиться с вопросами, ну смысла тоже нет, не надо людям надоедать. Вот. Все. Роман тут спрашивает вам, сколько программа длится и так далее и тому подобное. Я уже просто отвечал. Давайте, Роман, я вот вам сейчас скинул ссылочку. Вы оставьте свои контакты, и я вам просто вышлю описание. Там все подробно описано, что, зачем, почему, сколько времени там. Кстати, вот Ольга, включая гарантия прописанная и так далее, то, что вы спрашивали. Сейчас, я думаю, вот ребята нам скидывали свои профили, чтобы мы там дали одну-две точки роста. Вот, например, видно мой экран сейчас? Я не знаю, я на профиле Владимира Мальдишкина. Ну, опять же, извиняюсь, если неправильно говорю фамилию. Ребята, напишите в чате, кому видно. Видно, да? Так, хорошо, отлично. Значит, вот смотрите, сразу сходу скажу. Первое, значит, вот лучше всего крупная фотография с улыбкой, как говорил Дмитрий, на белом фоне, без очков. Люди хотят видеть вас. Это на подсознательном уровне. Второе, я настоятельно рекомендую изменить свой тайтл. Генеральный директор, это хорошо, но лучше всего написать, какую реальную пользу получит лицо, принимающее решение от работы с вами. То есть, вот, что делает ваша компания, зачем ваши клиенты заказывают вас, какой результат они хотят видеть. То есть, вот, у вас замечательный тайтл или замечательная позиция для того, если вы ищете себе новую работу. Ну, вот, HR-специалисты будут вас искать вот по этим тайтлам. Если вы ищете клиентов с помощью LinkedIn, вот, то, что написано генеральный директор, вот это, ну, имя вашей компании, оно ни о чем вообще им не говорит. Вот, поэтому, вот, три точки роста, которые сразу же бросаются в глаза и нужно понимать, что лицо, принимающее решение, добавит вас контакты либо не добавит, оно основывается, первое, на фотографии, второе, на том, какую пользу вы получите, и третье, у вас, кстати, достаточно хорошо, это количество ваших связей. Причем, желательно, желательно, видите, чтобы у нас были вместе, ну, то, что называется, общие контакты. Вот, у нас с вами есть 128 общих контактов. Это означает, что шанс, что я вас добавлю, намного выше, потому что у нас есть общие связи. Ну, помимо этого, есть еще 11 точек, я вам просто сейчас методичку скину, а более подробно мы это уже делаем в пошаговом, значит, в плане внедрения. Там мы уже ваш профиль просто выжмем, да, пока он не будет соответствовать идеалу, я вас дальше не пропущу. Дмитрий, следующий вопрос? Да, в принципе, все, на другие вопросы мы либо уже ответили, либо они действительно подробно будут изложены в курсе, поэтому я думаю, что в принципе уже можно потихонечку и заканчивать. Хорошо, тогда я вот сейчас просто скину, как я обещал, методичку для оптимизации профиля. Вот ссылочка. Проверьте сразу, друзья, что ссылочка открывается, чтобы я знал. И отпишитесь, пожалуйста, в чате. Ольга, он шифруется, Дмитрий шифруется от вас. Я перед, тут какой-то глюк, видно, камера почему-то занята, я вам фото, вот мое фото. Он вот так, так, хорошо. Да нет у меня синяка, нету, нету. Хорошо, Илья, мы уже в рамках ваш профиль, мы уже будем оптимизировать, вы, по-моему, там остались свои контакты, если я не ошибаюсь, мы уже в рамках внедрения будем его высасывать, потому что сейчас то, что я скажу, это полбеды. Хорошо, друзья, значит, еще раз давайте резюмируем. Сегодня мы с вами разобрали конкретную методику лидогенерации. Важно помнить, что лидогенерация, она не заменяет продажи, она всего лишь организует вам постоянный поток кому продавать. Дальше вы, естественно, должны будете их взращивать, ну и вести с ними переговоры. Для того, чтобы внедрить у себя этот процесс, для этого вам потребуется от одной до трех недель. Это несложно, но это нужно будет сделать. Для ускорения этого процесса мы создали пошаговый план внедрения. Значит, стоимость пошагового плана внедрения 119 долларов. Для того, чтобы записаться и получить все бонусы, а именно первых пять из вас буду вести лично я. Пожалуйста, оставьте свои контакты в этой форме. Ну и плюс я там в течение часа вышлю вам инструкции, что делать, куда оплатить. И плюс, знаете, для того, чтобы это было еще более интересным, первый из вас, кто оплатит, получит еще дополнительно от меня личную скайп-консультацию, чтобы это было уже вообще интересно, что делать конкретно в вашем случае. Причем помните, что эта программа стоит всего если посчитать доллар 98, это чуть больше чашки кофе в день. И, грубо говоря, у вас в течение максимума двух месяцев есть стабильный поток клиентов на ваши услуги. Если вы выполняете все задачи, не получаете потенциальных клиентов, Ольга специально для вас, я возвращаю вам деньги в двойном объеме, причем это написано в контракте. То есть это означает, что я уверен в своей системе, но чтобы получать результаты, опять же, нужно действовать, а не просто там посмотреть и изучить. Бонусы, друзья, я думаю, что я вам дал. Ну, на ответы мы с вами тоже ответили. Ну и все. Значит, встречаемся на программе внедрения. Все очень просто. Спасибо, друзья, всем участникам. Пока-пока. Ну и самыми крутыми из вас, вы будете меня мучить дальше. Всем до связи, хорошего дня. Спасибо вам.